Подозрительность американских спецслужб в отношении России, несмотря на смену власти в США, продолжает впечатлять. Новые вбросы в СМИ о прослушке, на этот раз телефонного разговора советника Дональда Трампа по вопросам нацбезопасности и нашим послом Сергеем Кисляком, уже наделало много шума в буквальном смысле из ничего. Никакой секретной информации в беседе не было, а сам факт прослушки уже, похоже, мало кого удивляет. В Кремле ситуацию новостью также не назвали. Репортаж Анатолия Лазарева. Начали еще при Обаме и никак не могут остановиться. Чтобы найти хоть какие-нибудь компрометирующие связи Трампа и его команды с Россией, американские спецслужбы даже преодолели традиционные внутрикорпоративные разногласия и неприязнь друг к другу. ФБР, ЦРУ, АНБ и Министерство финансов, формально именно оно реализует антироссийские санкции, ведут совместное масштабное расследование, в рамках которого, как выяснилось, прослушивается телефон посла России в США Сергея Кисляка. Подозрительным они сочли его разговор с советником Трампа по нацбезопасности Майклом Флинном. Не разобравшись до конца, спецслужбы не стали скрывать факт прослушки высокопоставленного дипломата и слили информацию в прессу. Журналисты, не упускающие возможность попытаться скомпрометировать и Трампа, и Россию, с удовольствием подхватили тему. Белый дом подтвердил факт разговора и даже раскрыл его содержание. Флинн и Кисляк обсудили четыре пункта. Первое. Трагическая авиакатастрофа, в которой погиб их военный оркестр. Второе. Поздравления с Рождеством и праздниками. Третье. Обсудили конференцию по ИГИЛ и Сирии. Четвертое. Договаривались о телефонном разговоре президентов Путина и Трампа после его инаугурации. Именно в день этого разговора Вашингтон объявил о выслуке из США 35 российских дипломатов и введении новых санкций. Никакой связи, просто совпадение, говорит вице-президент Майк Пенс. Скандальные публикации был вынужден комментировать даже он. Я говорил с генералом Флинном о том разговоре. Он произошел по его инициативе после того, как в Рождество он отправил послу России СМС. Они не обсуждали никакие вопросы, связанные с решением США выслать дипломатов или ввести санкции против России. В телефонном разговоре посла с кем бы то ни было в стране пребывания нет ничего странного. В конце концов, общаться это его непосредственная задача, говорит бывший посол США в России Майкл Макфол. Это работа посла вступать в контакт с американскими официальными и неофициальными лицами. Мы, например, встречались с ним здесь, в Стэнфорде, пару месяцев назад. Так что само по себе такое событие, как телефонные переговоры, не должно быть подозрительным. Спецслужбы в итоге были вынуждены признать, что ничего подозрительного, компрометирующего или незаконного в содержании разговора так и не обнаружили. Впрочем, американские СМИ, подняв шум вокруг телефонного разговора, пока не спешат сообщать о тех выводах, которым пришло расследование, и продолжают с удовольствием копаться в теориях заговора, придав истерике про так называемых русских хакеров новый импульс. Хотя, казалось бы, уж тут-то хакеры совсем ни при чем. Сам факт прослушки спецслужбами посла иностранного государства, а также высокопоставленных членов президентской администрации, похоже, вообще никого не удивляет. Как известно, даже за Ангела Меркель, канцлером Германии, одного из ближайших союзников США в Европе, американская разведка ввела электронную слежку.